Я вернулся! Я прошу вам маму! Это вы иди! Знакомьтесь вот! История о том, как мальчик по имени Питер Пен не хотел взрослеть, уже больше века известна миру. Но до сих пор эта сказка появляется на сценах театров. По её сюжету снимают фильмы и мультфильмы. В Балаковском тюзе за постановку Питера Пена взялись в рамках творческой лаборатории Театра наций. И получился настоящий музыкальный спектакль. Взяла специально более простое музыкальное произведение, поскольку не было информации, насколько ребята поют, какие у них вокальные данные, какие у них хореографические данные. С ребятами было всего шесть дней, по три часа. Было понятно, что нужно взять что-то игровое, что можно будет соорудить без декораций, без костюмов, без всего. Ну вот как бы из того, что есть. Всё было творчески. Так, как и должна, на мой взгляд, проходить лаборатория в любви, в удовольствии и в сотворчестве. Творческая лаборатория в театре была наполнена эмоциями, ведь возвращение в детство, пусть и на сцене, это всегда радость, игра и приключения. Просто повеселиться, попрыгать, получить удовольствие всегда бывает приятно, тем более, если партнёр хороший. Да, я здесь с Ваней абсолютно согласна. Было очень здорово. Всю эту неделю мы бесконечно играли, что-то придумывали, веселились. И то есть это не был постановочный процесс, это был игровой процесс. И в этой игре сложился спектакль, и это было очень здорово, весело и комфортно максимально. Если спросить у зрителей, с чем у них ассоциируется Питер Пен, каждый ответит – детство и игра. Этот мальчик воспринимает жизнь как захватывающую историю, заражая этим всех вокруг. И даже домашние дети Венди и её братья превращаются в искателей приключений, попадая в Неверленд. Об этом мечтали, наверное, все дети после знакомства со сказкой Питер Пен. И зрители в зале рассказывали свои истории о том, какой след оставил невзрослеющий мальчик в их сердцах. У меня ещё напомнило моего брата, который каждую повинность говорил о том, что вот убегу в лес, через реку лес, лес на островке тоже. Построю себе шалаш и буду жить приключением. Мы все в жизни хромантики. Оставайтесь с ними. В результате творческой лаборатории получился не полноценный спектакль, а небольшой эскиз к будущей постановке. После его просмотра зрители могли высказать своё мнение. И каждый благодарил актёров и режиссёра за возможность ещё раз вспомнить детство. Я думаю, что ни одно поколение ещё после нас будет радоваться такому спектаклю. Поэтому оставляйте его в репертуаре. Всем большой удачи. И вы подарили немножечко предчувствия Нового года. Вы знаете, когда дети растут, и нам, родителям, так грустно, что мы не можем уже с ними сходить на детские спектакли. И вот такие спектакли для семейного просмотра, я думаю, будут пользоваться успехом. Спасибо вам большое. После доработки спектакль «Питер Пен» может появиться в репертуаре Балаковского тюза. Тогда и сюжет станет более понятным, и костюмы с декорациями ярче. Раскроется и главная тайна эскизной постановки. Кто же такая крокодилица, которая так пугала пиратов? Человек, который владеет временем, отвезенным на детство. Очень философский, сквозной персонаж. Вообще как бы не сказочный, а глобальный и больше. Балаковские актеры после представления признались, что впервые за неделю они будут спать спокойно. Ведь за эти семь дней им пришлось выучить песни, танцы, пройти мастер-классы, подготовить пусть и небольшой, но все-таки спектакль. Артисты говорят, что проверка их нервной системы и работоспособности мозга прошла успешно. И хотя им очень жаль прощаться с Питером Пеном, они надеются, что это расставание будет недолгим до появления спектакля в репертуаре. И тогда они все-таки вернутся в Неверленд.